Во все времена служба участкового уполномоченного полиции была нелегкой, хлопотной и насыщенной работой. В любое время дня и ночи участковый остается преданным своему делу. В Славянском районе немало представителей этой службы, которые поистине стали народными. А среди хороших всегда есть место лучшим. О них и пойдет речь в материале Надежды Неткачевой и Георгия Калинина. Подведены итоги муниципального конкурса «Лучший участковый уполномоченный полиции Славянского района». По его итогам победу одержал капитан полиции Михаил Бондаренко. В органах внутренних дел он служит с 2008 года, а сейчас работает старшим участковым. Что значит быть настоящим участковым уполномоченным полиции? Это в первую очередь умение находить общий язык с людьми. Именно это качество помогает Михаилу Бондаренко каждый день добросовестно исполнять свои обязанности. Рабочий день начинается с общего планерного совещания в городе Славянский на Кубани, после которого осуществляется выезд на административный участок. По прибытию на место лично мной осуществляется подворовой объезд. Это проверка лиц ранее судимых, а также состоящих на административном надзоре. Кроме этого поступает в ходе рабочего дня многочисленное обращение граждан, письменные и устные заявления, на которых мы реагируем и проводим проверку, после которой каждый гражданин, сообщивший о том или ином сообщении, уведомляется письменно. В вечернее время суток осуществляется мероприятие по закону 1539, где совместно с портальными комитетами, а также казачеством мы осуществляем рейдовые мероприятия, где выявляем малолетних лиц, которых доставляем к родителям под расписку. Проблем на участке хватает. Проживание без регистрации, продажа незаконной алкогольной продукции. Среди жителей немало таких, с кем необходимо проводить профилактическую работу, убеждать вести законопослушный образ жизни. Один из главных показателей работы сотрудника полиции – раскрываемость преступлений, в том числе по горячим следам. В среднем в прикубанском сельском поселении совершается в год порядка 100 правонарушений. 80% из них раскрывается. Случаются в работе участкового и курьёзные ситуации. У нас имеется садоводческое товарищество «Приазовец», когда грабитель залез в дом, украл очень много, похитил ценных вещей и на месте преступления оставил свой паспорт. Так мы его нашли. В эти же сутки преступление было раскрыто и похищенное было передано собственнику. Свою работу Михаил Бондаренко выполняет на должном уровне. Каждый день он приезжает туда, где нуждаются в его помощи. Ведь каждый может где-то оступиться, перейти границу закона, помочь войти в русло нормальной жизни. Вот благородная и гуманная цель участкового. Исполнительный и ответственный человек. Вот так судят по работе старшего участкового Михаила Бондаренко, жители его подведомственной территории. Вообще участковый хороший у нас, хороший. Как человек, вот такой человек, всегда подойдет, расспросит, что, чего там, как, где-то. Ну, в общем, как человек, это положительные качества, вот такие. У нас участковый очень хороший, мы относимся его очень положительно. То есть по всем вопросам, которые у нас возникают, он нам дает полную информацию. Приезжает, меня проведает, чтобы не пил, не хулиганил. А так вообще добрый, нормальный участковый наш, хороший. Работа участкового и опасна, и трудна. Но, несмотря на это, для многих она становится настоящим призванием. Как, например, для майора полиции Дмитрия Чичкова. Вот уже почти 15 лет он отдал службе в органах внутренних дел участковому полномоченным полиции. А по итогам конкурса на звание лучшего участкового Дмитрий Чичков занял третье место. Работа заключается в рассмотрении материалов. Граждане обращаются с просьбами, с проблемами, с вопросами с различными. Оказываем помощь гражданам на своем административном участке. Мой административный участок – это центр города Славенска. Также проводим совместные мероприятия с другими службами полиции. Это с уголовным розыском, с инспекцией по делам несовершеннолетних, с казачеством. Совместные рейды. Вот подворовой обход был у нас совместно с казачеством, с патрульно-постовой службой. Мы проводим подворовой обход. Вот недавно проводили подворовой обход. Была задержана гражданка, находящаяся в федеральном розыске. Находясь на переднем крае в борьбе с преступностью, Дмитрий Чичков занимается профилактической работой. Ежедневно и ежечасно решает проблему населения на подведомственной ему территории. Вносит значительный вклад в укрепление общественного порядка. У нас участились в районе и в городе Славянске-на-Кубани случаи выявления поддельных денежных купюр. Поэтому мы вам вручаем две брошюры, два образца, где как распознать фальшивые деньги, отличить от нормальных. Вот такие люди живут и служат среди нас, сохраняя традиции старшего поколения участковых уполномоченных полиции. Они достойно исполняют свой трудовой долг, приумножая накопленный годами опыт работы.